И снова здравствуйте, теплолюбивые! У нас сегодня ретро-обзор. Хотя, как сказать, ретро. Мне просто удалось раздобыть интересный экземпляр. Заставочка. Поехали! Сегодня у нас на обзоре котел 2015 года выпуска. Демонтирован прямо из котельной. Для чего это сделали? Хозяину просто понадобилось двухконтурное оборудование. А данный котел одноконтурный. Прямо из котельной к нам пожаловал котел Ниволюкс 8618. Сразу хотелось бы сказать о его достоинствах. Первое, ну и, наверное, самое главное, это все-таки компактные размеры. Да, это одноконтурный котел. Но все-таки приятно, когда у вас на стене висит что-то маленькое и компактное. Простота в управлении. Две поворотные ручки, которыми вы сможете регулировать мощность горения пламени и температуру выключения котла. Термоманометр, на котором отображается температура нагретого теплоносителя, а также давление в системе отопления. Сразу же хотелось бы сказать, что котел работает при минимальном давлении в системе отопления 0,2 мегапаскаля. Также на передней панели мы видим смотровое окно для того, чтобы наблюдать за горением пламени и зеленый светодиод, отображающий наличие электропитания 220 вольт. Ну и для начала пойдем по стандарту. Рассмотрев переднюю панель, рассмотрим гидравлическую часть входов-выходов в этом котле. Итак, как обычно, слева направо. Подача системы отопления. Кнопка включения-выключения электропитания. Место для подключения заземления к данному оборудованию. Подключение газа. Пьезорозжиг. Провод электропитания 220 вольт. Кран слива системы. Обратка системы отопления. Предохранительный сбросной клапан. В верхней его части находится место для подключения атмосферного дымохода. Прошу заметить, данный котел атмосферный, с открытой камерой сгорания. Заднюю его часть рассматривать не будем, как мы уже привыкли посмотреть на объем расширительного бака. Здесь не имеет смысла, так как расширительный бак не входит в данное оборудование. Для того, чтобы полностью рассмотреть устройство данного оборудования, демонтируем лицевую панель. Для этого сначала удаляем регулировочные ручки. И выкручиваем винт и шуруп, которые фиксируют переднюю панель под этими ручками. Продолжение следует... После чего удаляем два шурупа в нижней части котла. Демонтируем лицевую панель. Стабилизатор тяги, основной теплообменник, основную горелку, запальную горелку с термопарой и электродом розжига, водно-газовый узел. Насос с автоматическим воздухоотводчиком и электрические подключения. Также у нас присутствует датчик тяги, датчик перегрева теплоносителя. Еще хотелось бы сказать, что к данному котлу можно подключить турбонадставку, бойлер косвенного нагрева, трехходовой клапан и комнатный термостат. Итак, давайте разберемся. Данный котел идеально подходит на замену обычным традиционным напольным котлам на открытых системах отопления. Также его можно эксплуатировать на закрытых системах отопления. Его недостатком я считаю, ну, наверное, постоянно работающую запальную горелку. Еще я бы хотел отнести к недостаткам то, что в данном котле насос отключается по достижению заданной температуры. Нет некой постциркуляции. А теперь давайте задумаемся. Имеет ли право это на существование в 2020 году? Я думаю, в принципе, да. Бюджетное решение для выполнения функции отопления вашего дома, а почему бы и нет? А есть ли сейчас ему конкуренты? Подождите, есть одна мыслишка. Как вы помните, с предыдущего ролика у нас осталась маленькая коробка. Ну, как сказать маленькая? Сейчас принесу. Итак. В нашем распоряжении болтгаз SL. SL Superlux. Долго она нас ждала. Пришло время открыть эту коробочку. Продолжение следует. Как обычно, главное не закосячить дубль. Открыл коробочку с обратной стороны. Но это ничего страшного. Продолжение следует. Плавно перерастает в обзор котла болтгаз SL. Как вы думаете, дизайнерский данный котел лучше? Если что, в комментарии. На передней панели мы видим ручку регулировки газа и ЖК-дисплей. А также смотровое окно для контроля горения котла. В нижней его части выход контура отопления, подвод газа, вход контура отопления, кнопка выключения, пробка слива, предохранительный клап манометр, перемычка для подключения комнатного термостата. Монтаж комнатного термостата осуществляется очень легко. Удаление перемычки происходит буквально за секунды. Провод для подключения 220 вольт. Клемма для подключения заземления. В верхней его части. Место для подключения коаксиального дымохода. Ключок, который обеспечивает возможность монтажа раздельной системы дымоудаления. Демонтируем лицевую панель. Перед тем, как это сделать, хотелось бы сделать маленький акцент на том, что производитель положил прокладку. Мелочь, а приятно. Для того, чтобы снять лицевую панель, сначала снимаем ручку регулировки. Простым движением. После этого откручиваем винты. Приподнимаем панель и отключаем ЖК-дисплей. Снимаем крышку камеры сгорания. Как мы видим, камера сгорания обгоревшая, что говорит о том, что котел проверялся на производстве. Насос ЭРКО, который, кстати, ничем не уступает более именитым брендам. Предохранительный сбросной клапан. Автоматический воздухоотводчик. Электронный блок и датчик температуры системы отопления для вывода информации на дисплей. Газовый клапан с ручной регулировкой подачи газа и электромагнитом для обеспечения безопасности. Камера сгорания. Инжекционные горелки. Две свечи розжига. Свеча ионизации. Теплообменник. Хотелось бы заметить медный. Датчик перегрева теплоносителя. Система дымоудаления. Пресостат. И вентилятор. Также хотелось бы отметить, что вентилятор легок в дальнейшем обслуживании. Ну и, конечно же, устройство Вентури. Обратите внимание на уплотнения, которые говорят о низком уровне шума данного оборудования. А также хотелось бы отметить не только медный теплообменник, но и медные патрубки. Как на подаче, так и на обратке и на газовом клапане. Итак, вы скажете, а что это было? Зачем их вообще сравнивать? Зачем рассказывать об этом котле, потом об этом? А вы задумайтесь. Это же, скажем так, родственники. Этот котел выпущен в 2015 году, этот в 2020. Да, оба котла бюджетного сегмента. Но на этом вот ярком примере мы видим, насколько развивается бюджетный сегмент одноконтурных котлов. Назовите мне сейчас в комментариях три производителя, у которых есть вот такие компактные котлы с вот такой простой автоматикой. Не получается? Ну, честно говоря, и у меня тоже. Но сейчас мы видим развитие данного оборудования. Давайте посмотрим на плюсы и минусы первого и второго котлов. Ну, наверное, самый главный минус и первого, и второго – это отсутствие в данной компоновке расширительного бака. Получается, вам нужны дополнительные затраты на его установку. Но при этом важным плюсом являются малые габаритные размеры. А расширительный бак можно установить в каком-нибудь другом месте системы. Большим плюсом данного котла является возможность его работы на открытых системах отопления. А точнее, давление в системе отопления для этого котла может быть минимальным. Здесь это невозможно, так как здесь установлен датчик минимального давления. Да, я его не показал на разборе. Он будет сейчас где-то здесь, скорее всего. Чтобы вы понимали, он находится за электронным блоком. А теперь обратим внимание на систему дымоудаления данных котлов. Данный котел атмосферный. Этот турбирован с закрытой камерой с горами. Если у вас нет возможности обеспечить нормальный дымоход для данного котла, вам приходилось прибегать к вот таким устройствам. Здесь это уже не нужно. Здесь в тех же, прошу заметить, практически одинаковых габаритных размерах Производитель смог поместить и вентилятор, и присостав. Небольшой подсъем. Самое главное забыл сказать. Котел 8618. Пьезоружих ручной. Котел SL. Автоматический. Это тоже играет большую роль. Ну что же, подведем итог нашего, так сказать, сравнения. Данный котел устарел, но при этом заслуживает 4 спеца за то, что он до сегодняшнего дня работал в котельной и находится сейчас в полностью исправном состоянии. Этот котел – будущее бюджетного сегмента и заслуживает твердых 5 спецов за свою цену, компактность, простоту в обслуживании и, в принципе, неплохое дизайнерское решение. Ну и, наверное, на этом все. Всем спасибо. Не забываем, как обычно, про это. Ищем нас в социальных сетях. Хочу сказать спасибо одному из своих клиентов за предоставленный котел 8618. Спасибо, ты понимаешь, о ком я говорю. И компании «Балгаз» за предоставленный SL. Спасибо вам большое. Ну и извините, что долго пришлось ждать моего обзора. До свидания. Да, теперь бы знать, кто это все будет убивать. Я сегодня по-предыдущему видел, что зашла сборка. Сейчас мы этим и займемся. Так, так, так. Устанавливаем крышку камеры сборания. Если честно, не представляете, как тут Жака. А если открыть окна в студии, то мы начнем слышать окружающий мир. А он не такой хороший, как вам кажется. Такое чувство, что все собаки страны собрались там, за окном. Уже второй ролик подряд думал о том, куда я сунул свой маленький шуруповерт. Есть пару мыслей. Эх, ё-моё, не тех. И, кстати, да. Уже не за горами выставка Акватерн. Я надеюсь, она вообще состоится. Ну, судя по тому, что в Крокусе проходят разнообразные выставки, я думаю, Акватерн будет. И хотелось бы, конечно, в будущем году увидеть компанию Болгас со своим собственным стендом. Все-таки, я считаю, уже есть что показать. Мы бы с Дмитрием с удовольствием бы зашли к вам на столе. И пообщались. Не забываем подключать данные провода, чтобы потом не искать причину, а почему не светится дисплей и не отображается на нем температура. Так. Устанавливаем ручку на место. Треку. Так. Вот так. Ну а теперь займемся 8618. Блин, подрала боль. Кстати, никто не заметил, что за время ролика я успел, так сказать, посетить барбершоп. Просто получилось, что ролик снимался не за один день, очень большая занятость, за что, кстати, я попросил извинения у компании «Балгаз». Продолжаем. «Балгаз». 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 Продолжение следует...